Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем нашу недельную главу Шмот Вчера мы встретились на том как Маше становится приемным сыном египетской принцессы Бакии становится принцем Египта и потом написано что Маше вырос вырос Маше и пошел посмотреть на своих братьев он их хорошо знал он знал кто он такой он знал его семью все он знал и он видит что египтянин избивает еврея Маше посмотрел туда и сюда что никто это не видит называет тайное имя Всевышнего и египтянин умирает что это ситуация такая наша устная традиция говорит у Маше есть родственники если Маше сам является внуком Леви то Аверам которого хотел убить египетский надзиратель был правнуком Риувена мы знаем что Леви и Увен два родных брата в общем Аверам работал в Египте надсмотрщиком был еврейским надсмотрщиком следил за работой а к нему пришел гнать его на работу надзиратель египетский у Аверама жена зовут Эшаламид и она шалом говорит этому египтянину он понял что она на что-то намекает он погнал Авераму на работу а сам под видом ее мужа пришел ночью к ней и получается она волей-неволей с ним переспала когда Аверам пришел с работы он понял что произошло но по египетским законам это так просто не пройдет потому что нельзя трогать чужую жену у них очень жесткие законы поэтому он решил убить Аверама и вот он его избивал и тут Маше увидел эту ситуацию ну и убивает египтянина скрыл труп в песке на следующий день Маше выходит два еврея ссорятся и он говорит зачем тебе бить ближнего своего они сказали ему ты что хочешь убить нас как убил ты египтянина им сказал Маше стало это известно что это за ситуация у Эшаламид есть брат зовут его Датан и Аверам сказал что он разводится со своей женой а Датан говорит ты не имеешь права считай что ее изнасиловали она же в этом не виновата в общем они ссорились дошло до того что вот может быть драка и вот тут Маше вмешивается но они недолго думая взяли и рассказали об этом фараону фараон хочет убить Маше привели его на казнь палач рубит ему голову и всемышки делает шею Маше мраморной меч ломается все ахнули чудо невероятное пока все ахали охали Маше успел сбежать и он убегает убегает в другую страну называется Куш Эфиопия в Эфиопии будучи таким талантливым человеком Маше постепенно дослужился до того что становится царем это событие не одного дня это 48 лет жизни Маше и тогда когда он стал царем там Всевышний сделал определенные чудеса для того что бывший царь пошел на войну и оставил город на причисле человека когда они возвращаются в войну тот человек поднимает бунт и закрывает город и не пускает царя с войны домой Маше с царем и с войском с трех сторон ров вода не подойдешь городу с одной стороны поле полное змей не подойдешь никаких шансов зайти в город все получается царь не при делах ужас полный и Маше ему говорит говорит прикажи чтобы все солдаты наловили себе аистов и не кормить их три дня или сколько не кормили их и потом Маше сказал выпускайте аистов и аисты расхватали этих змей и они ворвались в город власть была замоевана в общем царь вступил в свою должность в конечном итоге это не так быстро рассказывается но в конечном итоге Маше после царя становится его преемником и становится царем ему дают в жены кушетку принцессу и Маше не может на ней жениться потому что был праведник нужен Юр нужна Хупа нужно все он так не будет жениться и поэтому он это четко объясняет его провожают с почестями и он уходит из страны то есть мы видим что он уже был принцем Египта он уже царь Ефиопии и он сейчас смотрим кем он становится он идет и останавливается в Медьяне приходит Медьян ему 68 лет и остановился у колодца то приходят девочки дочери правителя Медьяна а он был правителем Медьяна и главным жрецом страны величайшим человеком но последнее время начал понимать где Бог кто Бог он начал понимать что не все так просто он прошел все виды бедло покловства был самым уважаемым человеком на Востоке в общем и когда он начал верить в единого Бога его начали отталкивать начали его дочерей презирать отталкивать не давали им подойти к колодцу пастухи и пастухи их отогнали дочерей правителя Медьяна Маше вступился за них что он сделал он напоил их овец в общем они пришли и сказали ему что один египтянец пад на пастухов напоил наших овец он говорит где это человек пусть придет и поесть хлеба Маше пришел но он был честным человеком он все правду рассказал его звали Риуэль этого человека мы знаем что его 7 имен одно из них Риуэль он говорит так то и так то он рассказал что убил египтянина в общем все все рассказал он говорит ну по справедливости тебя надо казнить взял его заморвал какую то яму все похоронили заживо где в какой то пещере замуровал и он там был 10 лет его никто не кормил но никто это не знал с ипора его дочка подкармливала Маше носила ему еду и она говорит папа сколько ему сидеть в этой яме он говорит ты что давно его уже нету а он говорит давайте посмотрим открыли он живой он ахнул затревали ахнул и понял что здесь Всевышний вмешался он его освободил и выдал за него дочь свою цепору и она родила сына назвала Гершовым потому что пришельцем стал в своей стране ну в общем такое то дело и потом написано что Маше пасхо стесет свое итро и дошел догоревся сильного в Хореве Хорев местный детский Гастинай и тут Всевышний ему открылся показывает ему куст который горит горит и не сгорает Маше увидел построю на это диво куст ежевики как он может гореть долго он может вспыхнуть за секунду и горел и все нет горит и горит и не сгорает Маше подходит хочет построить на это диво и тут Всевышний обращается Маше Маше говорит вот я говорит сбрось обувь с ног твоих ибо место на котором ты стоишь земля святая Маше сбросил и Всевышний с ним разговаривает наш мудрец три недели разговаривает говорит что ты должен вывести народ Израиля из страны египетской Маше сопротивляется кто я такой в общем и пошли того кого ты всегда послаешь Всевышний недоволенным в общем в конечном итоге Всевышний ему говорит что это у тебя в руке он говорит посох бросил на землю и бросил Маше посох на землю он приводит за змея Маше от него убежал Всевышний подойди к змею схвати его за хвост Маше взял его за хвост он опять посохом превратился потому что Маше говорит мне не поверят что я такой в общем как его имя спрашивают будет меня спрашивать что я им людям скажу Всевышний сказал я сущий который пребывает вечно скажи вечно сущий послал меня к вам и вот эти знамения вот я знамения покажешь им и потом он говорит Маше всунул руку свою за пазуху вынулась за пазуху и у него рука покрыта проказой как снегом не просто плоть белая белая как снег невероятное что-то произошло всуни руку за пазуху Маше всунул за пазуху опять вынул она опять стала плотью говорит вот тебе знамения покажешь им и если не поверят тебе этим двум знамениям люди возьмешь из нелой воды и вывешь на землю и она превратится в кровь уже Маше убеждает и так как Маше сопротивляется он говорит Агарон будет говорить ты будешь ему вместо всесильного он будет тебе как пророк будет говорить вот так и потом Маше идет в Египет и встречает Агарон а всевышний сказал что встретит твой брат Агарон и он возрадуется в сердце своем что значит в сердце своем ну если возрадуется просто ну понятно возрадуется или для виду нет он именно в сердце в сердце своем возрадуется он настолько человек чистый что он будет радоваться в сердце будет радоваться за своего брата что всевышний ему открылся в общем это будет настоящее настоящее событие действительно вот Агарон брат твой Левит тебя встретит И Огарон действительно Встретил Маше Но интересно то, что Перед этим, как пойти в Египет Спасать еврейский народ Маше приходит К своему тестю И должен ему все рассказать Потому что у них уговор, что без его ведома Маше не имеет права покинуть территорию Медьяна Маше Рассказывает все тестю Что Бог явился мне Сказал выйти И спрашивает он Обращается к Етеру То есть сначала мы знаем, что к Юриуэ Теперь Маше обращается к Етеру И когда он вышел Он говорит, и ответил ему Итро То есть это уже имя Его в будущем закрепится за ним Это он хочет стать Стать евреем хочет Этот человек И в общем здесь он отвечает, как и Тро И говорит, иди, раз все выше тебе явился Маше берет свою жену Своих детей У него только родился второй сын Или Эзер И он идет И уже восьмой день Она на восьмой день делает обрезание А Маше еще не сделал Он посчитал, что в дороге Сделает потом И уже к вечеру начал стелиться на ночь И все вышли на стих Маше И хотела умертвить его Хотела его убить Но с и пора Его жена понимает Что происходит Она Взяла Острый нож И обретла крайнюю плоть сына своего И до того Сдох Маше и сказала Ибо жених крови ты мне И отпустил его Бог То есть с такими праведиками Как Маше Ничего не пройдет Ни на толщину волоса Он не имеет права себе позволить Сказать, что я разве в дороге Не сделал обрезание Или что-то еще То, что касается всего народа Когда мы в пустыне Не делали обрезание Во время этих сорока лет То Всевышний нам Это не говорит Что мы что-то не так сделали Потом мы это сделали Когда уже перешли Иордан Но Маше Не тот человек Который имеет право на такое Он обязан был В течение восьмого дня Делать обрезание Итак Мы узнаем Что Цепора у нас Еврейка Четко прошла Геюр Видно это Потому что Раз Всевышний засчитал Это обрезание То понятно Что все законно Вот так вот После этого Маше отправляется в Египет На этом наш урок заканчивается Урок был дан Лена Батклара Шимон Бенецхак Борис Бенмария Анна Батривка Полина Перв Батсоня Сура Лена Батклара Жей Бат Ида Анна Бат Елена Евгений Бен София Двора Бат Мирия Моисей Бен Ева Ирина Бат Двора Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Маэль Евгений Бен Берта Евгений Бат Ида Фира Бат Анна Геннадий Бен Елена Эфим Бен Эстер Ольга Бат Светлана Йосиф Дам Бен Сара Таня Бат Фрида Ида Бат Рива Вадим Бен Татьяна Юрия Бат Белла Яков Йосиф Бен Рахель Шимон Бен Мира Фейга Бат Берта Ася Бат Года Марк Бен Нина Ира Бат Вера Лер Бен Клара Рафаэй Бен Клара Хана Цепора Бат Сара Ида Бен Хая Авива Эфим Бен Соня Майя Бат Фаина Алексей Бен Ольга Мазбан Барасас Гула Ирина Батури Арон Ребен Рик За хороший дух Арон Ребен Двой Радис Бен Ахум Абигаль Бат Сара Хана Бат Абрагам Рафаэль Ариэлей Бен Лариса Бараса Ибрюд Владимир Бен Рая Марина Бат Рая Борис Бен Марина Всего хорошего Олегу Марченко Всем браха Бараса Кавана Мазбан Тух Что мы это время не грешили Читали Тору Всем желаю крепчайшего здоровья Пусть закончится эта страшная война И до следующих встреч Надеюсь, настоится завтра в 15 часов Шалом